В исполнении поручения главы республики Осин Сергеевича Николаева служба занятости в приоритетном порядке ведет работу по трудоустройству участников специальной военной операции и членов их семей. В настоящий момент к нам обратилось 29 человек участников специальной военной операции и трудоустроено 7 человек. На профобучение направлено 7 человек. Они обучаются по рабочим профессиям, машин с компрессорной установок, погрузчики, водители и впоследствии будут трудоустроенные промышленные предприятия. Также к нам обращаются в службу занятости 62 человека. Это члены семей участников специальной военной операции. На данный момент трудоустроено 17 человек. 12 человек проходят обучение по разной специальности. Такие как социальный работник, косметолог, медицинская сестра. На сегодняшний день на регистрационном учете состоят 20 участников СВО и 35 членов семей. Всем, в первую очередь, оказаны услуги по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке. Участники СВО, члены их семей, которые к нам обратились, проявляют интерес в создании своего дела через социальный контракт и через программу самозанятости, центры занятости населения республики. Например, в Амгинском, Верхоянском, Нерингринском, Тампонском, Усмайском районах участники СВО заявили об открытии своего дела.